5 сентября в конференц-зале гостиницы Европа состоялась объединяющая конференция, где с Центрической партией объединилось несколько избирательных союзов. Это «Нарва молодая», «Союз садоводов», «Наш дом Нарва» и «Народная инициатива». Также на конференции выступили представители общественных организаций, которые высказали свое мнение о поддержке Центрической партии на предстоящих выборах в местное самоуправление города Нарва. Я был очень рад, что такая хорошая поддержка идет Центрической партии. Что люди хотят идти к единой команды на выборы, поддерживать Центрической партии. И, конечно, они сказали, что другой силы они в Нарве не видят, кто мог бы управлять городом. Что видно, что Центрическая партия работает, и результаты это видно. Не все сразу время займет, конечно, некоторые ремонты дорог, неудобства некоторые, но люди видят, что за кулисами делается, что меняется в городе и каким город становится. Так что мероприятие это было очень обосновано, и мы войдем хорошей, сильной команды на выборы. Название «Наш союз» получил не случайно. Народная инициатива, так называется «Наш союз». Если избиратели и горожане помнят, несколько лет назад существовала партия «Народный союз». К сожалению, в настоящий момент практически она прекратила свое существование. Было очень много политических интриг в отношении этой партии. Но, тем не менее, те сторонники, которые сейчас входят в наш избирательный союз, решили продолжать те цели, те задачи, которые именно несла партия «Народный союз». Главными руководителями данного союза является Екатерина Голубцова, директор 6-й школы. Николай Яковлевич Куликов, наверное, не нуждается в представлении, известный доктор в нашем городе. Ну и, соответственно, и Алексей Мяге. Мы решили пойти в едином списке Центристской партии по одной простой причине, что, во-первых, мы работаем совместно с Центристской партией уже не первый год. Мы работаем в коалиции, работаем во многих комиссиях городского собрания, вместе решаем те задачи, те проблемы, которые появляются из года в год. И считаем, что именно вместе мы можем продолжать ту работу, которая ведется уже не первый год. Проблем, конечно, много. Тем не менее, я уверен, что только вместе и только именно этой силой мы готовы и можем решать те насущные проблемы, которые в настоящий момент имеются. Наш союз вообще уже 4 года, наверное, существует. Занимаемся молодежью и постоянно пытаемся решить проблемы молодежи. Но одну дырочку закрываем, другая дырочка открывается. Поэтому решили создать свой союз и показать, что молодежь неравнодушна к своему городу. Не вся молодежь покидает этот город и хотят в нем что-то изменить, именно касаемо молодежи. Часто говорят в основном о пенсионерах, о их проблемах. Но у молодежи, которые заводят свои семьи, молодые, имеют деток, имеют тоже проблемы в городе. Это и безработица среди молодежи высокая. Нет провеждения досуга нормального, отдыха. Дискотеки мы не считаем за проведение досуга. Есть очень много творческой молодежи, которая бы хотела себя проявлять больше в городе, но для них не существует мест. Поэтому мы собрались и решили создать такой союз, свои проблемы показать городу и как их возможно решить. То есть были составлены и будут переданы городу те или иные проблемы, как их легко решить своими силами. То есть не привлекая больших бюджетных денег, то есть то, что молодежь может сделать своими руками в городе. Вот. Подумав, что таким маленьким списком, не очень большим, будем говорить, около 20 человек, вряд ли мы сможем чего-то добиться. Привлечь только внимание, не более. Поэтому мы присоединились к центристской партии, хотя я тоже являюсь как бы членом этой партии, но вот отдельно как бы собирались идти. Только из-за того, что понимаем, что разделять это не есть хорошо, голоса раскидывать. И если как бы принимает нашу программу центристская партия и хочет тоже помочь молодежи, то естественно мы к ней присоединились. И так и голоса будут воедино. И есть шанс, что кто-то из нашего списка из ребят пройдет в горсобрание, будет молодежь там представлять полную силу, а не через какого-то из депутатов. Ну вот таким способом как бы решили маленькую проблемку, боссоединиться. Мы создали союз избирательных, называются садоводы. Вместе с нашими садоводами мы совещались. И у нас есть программа, которую мы должны добиваться и выполнять. Мы обсуждали, что все-таки центристы, которые много лет в Нарве власти, они очень много помогли садоводам. В принципе садоводы стали жить уже совсем в новой формации. В новой среде. И много еще предстоит сделать. И союзом выступать как бы это будет, не сказать, затруднительно. Лучше когда мы пойдем с партнерами, с теми, которые много лет работали. То есть это центристская партия. Мы это решили и сегодня подписали соответствующий документ. О слиянии нашего союза садоводы в избирательности центристской партии. Я и мои соратники представляют союз «Наш дом Нарва». Отличительной особенностью этого союза является то, что в него входят не только те, кто решил баллотироваться в городское собрание, но и люди, которые не пойдут баллотироваться в городское собрание, но тем не менее поддерживают те идеи и готовы решать те проблемы, которые возникают в квартирных товарищах. То есть оказывать действенную, постоянную помощь. Почему с центристами? Мы это обсуждали и решили не идти отдельным списком. Решили идти с центристами, потому что на протяжении длительного времени показало, что центристская партия – это та политическая сила, с которой возможно сотрудничать, которая способна работать в команде, которая прислушивается к своим соратникам по блоку. И в действительности показало, что действительно способны решать те проблемы, которые на протяжении последних 13 лет мы постоянно ставили. Почему на протяжении 13 лет? Потому что непосредственно проблемами квартирного товарища мы начали заниматься вплотную с 2002 года. По завершении конференции было подписано соглашение единого списка центристской партии. Сами выборы состоятся 20 октября 2013 года.